Перлс говорит, тревожность, беспокойство, это необоснованное забегание вперед. Забежал вперед, представил себя на том месте, где тебя пока нет. Палец учителя медленно движется по классному журналу. А в классе? А в классе уже тишина, мертвая тишина, многих сковала тревога. Перлс говорит, а зачем? Разве палец учителя остановился на вашей фамилии? Зачем забегать вперед? Ну вот палец учителя остановился на вашей фамилии. И тут человек, носитель этой фамилии, он может уже то ли полностью сковаться, то ли мало ли что там может произойти от тревоги. Говорит, а зачем? Перлс советует, надо постоянно задавать себе вопрос, особенно если что-то непонятно, нет как бы инсайта, понимания ситуации. Где я? Я, например, за партой. Где я скоро буду? У доски. Я сейчас у доски? Нет. Так зачем я в тревоге? Если так потренироваться, то простите меня, те, кто так любят свою тревогу. Тревога уйдет. Перс говорит, и когда она уйдет, когда уйдут негативные реакции эмоциональные. Откроются позитивные, откроется, скажем, интерес к предмету, вызвавшему ранее тревогу, или, скажем так, взволнованность предметом, так говорит Перлс. Фигура и фон. Фигура и фигура. Фигура больше, чем на самом деле. И поэтому часто какие-то, пусть небольшие, личностные проблемы, это подчеркивание фигуры. Хотя решение находится в фоне. А на фон мы не обращаем внимания, ну и уж совсем бытовой пример. Ожидание транспорта. Это бывает с каждым, едва ли не каждый день. Я куда-то опаздываю и жду, например, автобус. И автобус – это фигура. И я ее жду, и я весь в тревоге. Я жду, когда же придет автобус. А гештальтерапевт говорит, и от вашего беспокойства приход автобуса как-то зависит. Скорее уж, в психологическом смысле вы удлините себе ожидание автобуса, если будете тревожиться. Автобус не придет раньше по вашему желанию. И тогда у вас есть время. В принципе, у вас есть время. И вы можете забыть о фигуре и наблюдать фон. Вы посмотрите на то, что вас окружает. Вас заинтересуют лица стоящих рядом людей. Они тревожатся. Посмотрите на себя со стороны. Только что и вы были таким же. Посмотрите на деревья. Посмотрите. Да, как все интересно. И так далее. Вот еще что-то появилось в этой картине. Скажем, это автобус. Пожалуй, стоит в него войти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...